Сегодняшняя тема нашего видео топ 6 элементов гардероба конструктора, где мы получаем множество разных интересных комплектов, учитывая свою внешность по моей системе стиля, куда входят три кита стиля, а именно светотип, стилевой типаж, архетип. Всем привет! С вами Ксения Нова, я стилист-омежмейкер, а также создатель школы Ксения Нова Скул, где девушки учатся создавать стильные интересные комплекты, создавать гардеробы конструкторы, а также зарабатывать на стиле, на своих знаниях. Безусловно, в мою концепцию системы стиля входит еще множество других аспектов, то есть создавать такие гардеробы, я, мои ученицы, клиентки, естественно, должны учитывать обязательно свои предпочтения в стиле, свой возраст, свой бюджет, который готовы потратить на одежду, свой образ жизни, свою профессию и масса других аспектов, которые позволяют создать гардероб, учитывающий уникальность личности, не шаблонный растиражированный вариант, который предлагает нам массовый сегмент одежды. Я же за то, чтобы делать и гардеробы и свой стиль уникальным, подчеркивающий вашу аутентичность. Итак, сегодня у нас топ-6 элементов гардероба конструктора. Это очень мало, естественно. В гардеробах может быть куда больше элементов одежды. Как правило, гардеробы могут иметь 20-30 элементов вещей. Причем здесь мы только говорим про одежду. Сюда же мы еще добавим обувь, сумки, аксессуары, например, ремни, украшения. И все в целом образует уже большее количество вещей для полноценного гардероба. Если же мы называем это капсулой, то мы говорим про небольшое количество вещей под какой-то, знаете, например, определенный случай. Например, вы собираетесь какую-то поездку. Как раз топ-6 вещей, идеальное количество вещей, чтобы положить с собой в чемодан и отправиться в путешествие. И каждый день, просто взяв телефон в руки, листая на нем фотографии, которые вы изначально подготовили, у вас будут разные комплекты на разные случаи жизни. Например, пойти в ресторан, пойти куда-то на выставку, на какое-то творческое мероприятие, или пойти просто гулять, пойти там еще куда-то. И у вас разные луки на каждый ваш случай жизни. И мне кажется, очень удобно, потому что в современном мире очень мало времени на сборы, на думание, что с чем сочетать. А вот если изначально, предварительно поработать над капсулой, собрать эту капсулу так, чтобы все элементы сочетались между собой, а дальше в путешествии вам просто нужно будет лишь выбрать лук из фотографии и просто повторить, как вы изначально это заготовили, например, дома, да, сфотографировали или вообще создали в электронном виде, то, разумеется, вам будет очень и очень удобно и комфортно. Времени будет больше на более ценные вещи, например, на ваших близких, на вашу работу, на ваши достижения, отдых, дела и так далее. В общем, есть куда время потратить, это не проблема, а вот на одежду, как правило, у многих времени нет. Поэтому я вам сегодня предлагаю научиться создавать гардеробоконструкторы или хотя попытаться научиться с помощью моей методики, моей системы, потому что у меня в целом системный подход ко стилю и созданию гардероба, где есть четкая, стройная система, по которой мы создаем эти гардеробоконструкторы. Есть четкая и понятная система, по которой мы подбираем стиль, где есть понятие цвета, тип, помогающие нам выбирать оттенки, контрастность и так далее. Есть понятие стилевой типаж, помогающего убирать определенный принт масштабность лекала кровь и так далее есть понятие архетип который помогает проявить свою личность не быть овечкой шкуре льва или наоборот а быть настоящей проявленной аутентичной личностью если вам эта тема интересна то по ссылке внизу в описании в инфобоксе вы найдете ссылку на мой сайт куда вы можете перейти и выбрать то направление которое вам будет ближе либо например определение вашего типа внешности либо обучение созданию гардеробов конструкторов для себя лично и в обучении профессии где можно на очень вдохновляющем деле зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц и выше причем онлайн а может и оффлайн если вам это будет интересно ну что же давайте перейдем к нашей капсуле и разберем подробно каждый из элементов нашего гардероба я расскажу почему нужно выбирать именно такие изделия и чем они хороши чем они оправданы в данной капсуле потом покажу как из них сочетать разные комплекты что же поехали первый элемент это футболка я думаю вас это не удивит футболка действительно должна быть в любом гардеробе и данном случае это футболка имеет принт очень крупный но в данном прийти заметьте есть два цвета синий и красный которые у нас повторяются наши капсуле это очень простое и легкое правило сочетания вещей синий повторяем например джинсах и у нас получается уже связка этих цветов дальше мы выбираем например красный и вот он комплект где все цвета просочетались между собой и все получилось еще легко и просто и также выбирайте футболки для себя просто чтобы в принте были те цвета которые присутствуют в вашей капсуле важное правило у футболки должны быть удлиненные рукава они эти колхозные обрубуши как некоторые до сих пор изготавливают и некоторые до сих пор покупают нормальный длинный рукав вот что должно быть футболки а также свободный крой и желательно удлиненно чтобы хорошо заправлять и выправлять и выглядело это все стильно и современно дальше здесь не обязательно должен быть принт здесь могут быть надписи например черным по белому на какие-то фразы просто белу вообще без ничего я лично не рекомендую выбирать максимально скучная история и даже порой никакими аксессуарами ее невозможно исправить хотя это дело вкуса и в целом почему нет можно и полностью белую футболку выбрать как и например белый топ как вариант замены изделию футболка дальше у нас элемент гардероба под названием лангслив что это такое чем он отличается от понятия джемпер большому счету тот же самый джемпер который состоит из тонкой хлопковой ткани то есть лангслив это то изделие которое можно носить в принципе круглый год но в первую очередь у нас сейчас достаточно легкая летняя капсула на прохладное лето например то здесь естественно джемпер как-то вот не очень будет комфортно использовать слишком уж там будет теплым по отношению к остальной одежде поэтому мой выбор пал на хлопковый лангск лиф то есть его отличие от футболки в чем заключается более длинным рукавом . больше ничем поэтому запомните это слово по большому счету то есть футболка с более длинным рукавом но я привыкла использовать профессиональные термины и я вас к этому тоже призываю чтобы вы становились профессионалами ну даже если вы не собираетесь работать стилистом хотя бы для себя да вот стилист для себя тоже должен быть по большому счету профессионалам согласны мой выбор пал не просто на лонгслив а на лонгслив с активным принтом данном случае это полоска морской такой стиль да и он очень свободно как видите хотя это размер м когда но такое чувство будто бы это xxl два нюанса во первых полосатые вещи идут но практически всем но очень многим типажам и цветотипам и они очень сильно разнообразят комплекты особенно я люблю носить их поверх чего бы то ни было например это может выглядеть вот так посмотрите как шикарно разнообразили мой красный жакет да он и без того активный но добавили еще больше активных элементов успокоили да скажем так джинсами и классный комплект получился сюда вниз кстати любой топ или футболку можно но уже желательно без активного принта хотя я могу и спринтом добавить с этим да и ничего меня за это не будет я могу это выдержать и моя внешность в том числе что же касается нашего лонгслива могу добавить что это в знаете такая очень базовая универсальная вещь которую можно носить и самостоятельно например с любым низом так и поверх вот наших жакетов и других изделий как бы вот добавляют такую стильную изюминку за счет такого классного контрастного сочетания черного и белого что же у нас здесь есть дальше если пройдемся по верхам то помимо первого слоя у нас еще понятие второй слое в данном случае представлены два жакета и на удивление я обычно говорю о всех своих капсульных гардеробах рекомендую точнее выбирайте жакеты с низами здесь же просто отдельный жакет да просто так купили просто отдельный жакет данном случае он все равно сочетается хорошо с чем-то ну вот с джинсами вот посмотрите голубые или темно-синие джинсы и темно-синий такой мягкий оттенок синего жакет прекрасно дрожит друг с другу поэтому считаю что это как будто бы вот вместе мы как капсульно купили цельно наш жакет льняной легкий и он очень базовый да он имеет точную рука в правильный лацкан правильную длину правильный крон двубортный по нему можно много еще говорить просто идеальный кстати ссылки на все эти элементы гардероба вы найдете также внизу в инфобоксе все это дело можно будет заказать в интернет-магазинах все придет к вам с доставкой на дом и соответственно будет радовать вас вот можно взять и повторить все что здесь есть и вас окажется это дома но конечно было бы классно если бы это еще подходило под ваш статип типаж архетип а если вы их не знаете то вы можете заказать у меня лично эту онлайн услугу тоже по ссылке внизу в инфобоксе закажите и по большому счету решите проблему со стилем и гардеробом раз и навсегда определив то что вам подходит из одежды и обуви и аксессуаров но мы с вами едем дальше дальше у меня есть второй слой в виде красного жакета с активными черными пуговицами и черный красивый подклад почему кстати на подклад сейчас обратил внимание да потому что жакеты стиль носить с подвернутыми рукавами и желательно чтобы производитель об этом знал потому что да такие подклады страшные делают такой данный случай очень грамотно решениями черный подклад который очень красиво сочетается черными пуговицами а в целом и в общем красный вот такого особенно оттенка шикарно сочетается со всеми хроматами но в данном случае у нас из-за хроматов как мы видим есть лонгслив которые вот может быть и в качестве верхнего и первого слоя футболка собственно и с жицами красный с оттенками синего прекрасно гармонирует и настолько получается морской стиль как вы видите и наша сегодняшняя капсула и вся идея создания такого гардероба конструктора сегодня словно в едином таком морском стиле хотя важно конечно же капсулу собирать по своему цветотипу типажу архетипу но вдруг у вас будет такая идея хочу носить морской стиль вот мой любимый морской стиль и поэтому может так собрать эту капсулу и далее у нас сами есть два низа в данном случае это юбка двубортная с активными пуговицами которая шла в комплекте с нашим жакетом как вы уже могли догадаться давить из одной ткани вместе они идут вместе они класс сочетаются и есть еще у нас джинсы лаконичные зауженные джинсы дудочки приятного оттенка да то есть нету выширканных элементов то есть они абсолютно базовые правильные джинсы вот и вся наша капсула получилось и достаточно интересная в меру яркая сочная жизнерадостная и еще и к тому же очень разнообразная да то есть казалось бы всего шесть элементов гардероба но они такие все разные да и сейчас посмотрим что у нас получится в качестве готовых комплектов идея сегодняшней капсулы заключается в том что мы можем создавать капсулу и по определенным стилям например есть такой стиль морской стиль ну например он вам очень понравился или вы едете морское путешествие кататься на яхте или прогуливаться по лазурному берегу но при этом хотите что-то вот не очень жаркое не очень такое легкое примеру вы едете когда там прохладно да например осенью начале лета или просто вы не привыкли носить слишком откровенные вещи любите носить второй слой поэтому выбираем жакеты из тонкой ткани например смесовые да или из таких тканей в составе которых есть натуральные ткани например лен вискоза шелк хлопок и так далее это вот будет отличным решением для этой проблемы когда жарко но хочется носить второй слой допустим я обожаю носить второй слой этот смотрится сюда дороже элегантнее стильнее от солнца в конце концов спасает ну и так далее этому можно много посвящать времени объяснение почему нужно носить второй слой и соответственно идея создания капсул в морском стиле вам позволит создать эту гардеробную капсулу в единой стилистике представляете здесь еще к тому же учтен ваш личный цветотип стилевой типаж архетип дальше масса аспект который тоже учитывается например бюджет которую готова потратить на эти вещи дальше ваш образ жизни ваш возраст ваш комплекция особенности фигуры то есть рост вес нам и так далее даже знаете вот ваше настроение ваш характер это настолько классно когда у тебя в гардеробе висит только то что ты любишь то что ты носишь то что тебе нравится и когда вы на себя смотрите в зеркало и вы понимаете что я богиня да я себе нравлюсь знаете как крылья за спиной раскрывается появляется уверенность появляется вкус к жизни и появляется естественно вдохновение это моя миссия вам это все подарить внедрить всю вашу жизнь поэтому я и рассказываю в этих видео как же классно иметь капсульные гардероба конструкторы но если вы хотите получить такой капсульный гардероб конструкции для себя то приглашаю вас научиться их делать самостоятельно то есть стать самой себе стилистом и я вас приглашаю поэтому учиться мою школу на онлайн курс ссылка на него под этим видео в инфобоксе переходите становитесь самой себе стилистом и создавайте такие вкусные классные красивые капсульные гардероба конструкторы ну что ж давайте посмотрим что же получилось у меня из такого небольшого набора вещей какие луки у меня получились но от вас обязательно ответ внизу в комментариях какой лук вам понравится больше всего поэтому пишите внизу обязательно смотрим если вам понравилось это видео не забудьте поставить палец вверх а также подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео но если вы хотите научиться стилю и хорошему вкусу созданию гардеробов конструкторов то я вас приглашаю свою онлайн школу по ссылке внизу есть вся необходимая информация и там же есть ссылка на курс но с вами была ксения нова всем пока и до новых встреч а